Итак, рассмотрим структуру адвокатской палаты. Структура, общая такая схема, состоит из трех частей. Первая – это общее собрание адвокатов, вторая – это совет адвокатской палаты и возглавляет эту структуру на вершине этой пирамиды президент адвокатской палаты. Подобная трехэлементарная структура органов адвокатского самоуправления является общей для многих организаций. От государства, в котором присутствуют глава государства, правительство и парламент, до акционерного общества, в котором также присутствует президент, совет директоров и общее собрание акционеров. С момента своего создания для органов адвокатского самоуправления была выбрана именно подобная трехчленная структура. В присяжной адвокатуре с 1866 по 1917 год это общее собрание Совет присяжных поверенных и председатель Совета присяжных поверенных. В советской адвокатуре с 1922 по 1988 год это общее собрание адвокатов, президиум коллегии адвокатов и председатель президиума коллегии адвокатов. И, наконец, в современной адвокатуре с 2002 года это общее собрание адвокатов, совет адвокатской палаты и президент адвокатской палаты. Рассмотрим эти структуры отдельно, потому что в каждом элементе есть свои полномочия. То есть, рассматривая каждый из органов, мы увидим в конечном счете, для чего предназначена адвокатская палата в субъекты Российской Федерации.